Быть честным и справедливым. Клянусь. Будь благородным и ответственным. Клянусь. Уважать старших и верить в дружбу. Клянусь. Так торжественно ученики Нижней Римзянской школы вступили в ряды нового российского движения детей и молодежи «Движение первых», где создали инициативную группу, наметили планы на будущее. Начали с большого шага. Буквально на весенних каникулах нам с ребятами подготовят кабинет наш личный для нашего сбора. То есть это центр детских инициатив, где мы с ребятами по своему желанию оборудуем там все зоны. Буквально там можем даже раскрасить самостоятельно стены. То есть подготовим полностью для себя кабинет, чтобы у нас там было место сбора, общение, развитие и так далее. У этого движения есть 12 направлений. В Нижней Римзянской школе выбрали три приоритетных. Это волонтерство, здоровый образ жизни, культура и искусство. Я выбрал направление спорт и я хочу со своими ребятами, друзьями, я занимаюсь футболом уже 7 лет и хочу собрать группу ребят и агитировать, чтобы было больше тренировок и мы выступали на районных соревнованиях почаще и тренировались побольше. Движение первых было создано в декабре прошлого года по инициативе руководства страны. Для воспитания и организации досуга детей и подростков, формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных целей. Возрождение, я именно так это считаю, общероссийской детской организации послужит не только тому, что у наших детей появится больше возможностей дружить, но, с моей точки зрения, в интересных делах участвовать. Но это для каждого ребенка открывает совершенно новые возможности. Первичные отделения движения первых также созданы в Прииртышской, Байкаловской, Ачирской и Лайтамаксской школах. До конца марта они будут открыты во всех общеобразовательных учреждениях. Нужна консолидирующая, объединяющая сила, нужна главная идея, которая бы могла вот эти все усилия объединить, чтобы наши дети себя чувствовали большой единой командой, большой командой, которая стремится к достижению высоких целей. Быть в движении! Всегда в движении! В рамках открытия первичных отделений прошли классные встречи по направлениям движения, медиакоммуникации, расскажи о главном, труд профессии, найди призвание. В Байкаловской школе вручили значки активным участникам проекта «Орлята России». Елена Макова, Михаил Куричко, Тобольское время. Продолжение следует...